В пятницу суток пришла, утром налила в банку воды. И вот такая у нас вода. С ржавой водой на кухне Екатерина Михайловна живет уже с августа. Говорит, что столкнулась она с ней после проведенного ремонта на трубопроводе. Сегодня, чтобы решать бытовые вопросы, женщина вынуждена набирать жидкость в другой комнате. Мы уже теперь с ней не стали пользоваться, еще и ржавой водой посуду не стали мыть. С ванной хожу, приношу в ванную, чистую воду добираю, посуду помою, чайник скипячу, сварить что-нибудь, все с ванной таскаю, а эту воду я не беру. Ненормативная вода коснулась не только нашу героиню, но и других соседей по подъезду. Живу в этом доме с основания. Но такой беды у нас ни разу не было, чтобы вода ржавая какая-то бежала. Ну, конечно, перебои были, но такого не было. Как ремонт сделали на первом этаже, я не знаю там что, как заменили трубу, заменили эту трубу, и вдруг побежала ржавая вода. Жители пятого подъезда дома по улице Шумятского, 16А, не раз обращались в управляющую компанию. Та, в свою очередь, неоднократно отправляла сантехников для проверки. Специалисты предлагали собственникам пропустить воду, чтобы очистить трубопровод, но жильцы отказываются, аргументируя нежеланием платить за нецелевой расход и нехваткой времени. Сказали, давайте через вашу квартиру пропустим, подцепим сюда и через унитаз пропустим. Ну, где-то день, сутки, говорит, надо. Я говорю, я хочу сидеть сутки, говорит, что ли, с вами. Нет, внук здесь, я не могу. Я говорю, ну, где заменили, ту трубу вырежьте, да обратно сделайте новую, как по-новому. Зачем старые ржавые трубы ставить-то? Мы же все-таки платим, как за новые, наверное. За квартплату платим же, должны новую ставить. Сейчас в квартирах подачу холодной воды перекрыли, но не ограничили. В других комнатах она есть. Как нам пояснили в управляющей компании, отключение было связано с планируемым ремонтом на сети водоснабжения в доме. А причиной загрязнения стала новая труба, которую самостоятельно заменили жильцы первого этажа. Нашими юристами сейчас на данный момент приготовлены предписания, которые мы выдадим собственникам для допуска к общему имуществу и промывке стейка. То есть, и после чего проблема должна решиться. На данный момент мы связались с первым этажом. Первый этаж вроде как будто бы тоже сейчас должен предоставить доступ, в связи с чем воду отключили. Надеемся, в скором времени ситуация разрешится, и у людей после промывки будет бежать чистая и качественная холодная вода. Базар Юшеев, Алексей Ромашов. Новости дня.